обменять детское питание на бижутерию или апельсины на телефон такое возможно только на фрешопе что это такое расскажет наш гость вячеслав захаров слав расскажи о своей группе как тебе пришла идея сама создание такой группы фрешоп и что она себя представляет в 2012 году я был в абхазии и там я услышал от паренька из челябинск что в челябинске каждый месяц проводится фримаркет заинтересовался этой темой подумал что это такое приехал в ростов посмотрел если у нас такое оказалось что нет вот и потом в один прекрасный вечер мне пришла идея вот именно в формате паблика это сделать формате с шаблоном чтобы это все было легко читать и репостить комментировать то есть чтобы был какой-то активность интерактив а когда группа это невозможно делать потому что должна запись быть от имени группы чтобы ее кому-то отправить можно ли сравнивать фрешоп с каким-то интернет-магазином в чем отличие от простого магазина в том что у нас не используется валюта мы только за обмен и за дар ну что ты помнишь может быть и сам тоже что-то обменивал уже какие у тебя были обмены ну я поначалу все обменивал на фрукты я отдавал там футбольные щитки и что-то еще все что мне было не нужно и просто жалко выбросить ну и потом у меня были более интересные обмены там отдавал свой велосипед в обмен на исполнение песни это был очень классный обмен и вообще так очень много завязывается интересных знакомств с интересными людьми и порой диву даешься чего только люди не выставляют на обмен и у нас даже есть отдельная группа куда мы отправляем все эти интересные обмены и там можно очень долго это смотреть читать и диву даваться хорошо слав а расскажи как за это время с 2012 года считай за два про получается да развилась эта группа у тебя и чего не было и сейчас этим дополнилось ну сначала у нас группа просто набирал популярность и никаких ограничений не было потому что ты выставляешь и очень часто люди писали сниму квартиру там за какую-то сумму потом ну это начало немного накалять всех и мы отправили их в отдельный паблик то есть появился фрешоп жилье и сейчас там действительно можно без риэлторов без посредников без каких-то комиссионных снять себе жилье купить там или продать без проблем и сейчас многим этим пользуются за время существования уже более 7000 объявлений было подано и тысячи случаев сдачи жилья потом у нас заметили что начали люди искать работу себе или подработку мы также сделали отдельный проект для этого и сейчас тоже там люди находят себе работу подработку нанимают себе сотрудников в общем все это тоже само собой как снежником начал развиваться фрешоп попутчики я создал по собственной инициативе то есть есть же такая проблема как пробки и загруженность общественного транспорта и загруженность дорог и я решил что почему бы людям не ездить вместе например на работу вместо того чтобы гонять две машины и многие находят себе попуток и катаются по городу в комфорте с музычкой там и с чайком допустим от пассажира но предоставляет тоже в обмен какую-то или услугу или какой-то товар это чаще всего это конечно в случае попутчиков этот бензин потому что все-таки он расходный материал ну или и да там или просто какая-то музыка флешку интересную чем вариантов масса люди сами предлагают свои варианты и так нам намного интереснее услуг на самом деле не так много это процентов 15 в основном это электроника одежда какая-то бытовая техника средства ну там для дома интерьера предметы интерьера может быть уже заметил что обменивают чаще всего девушки а что чаще всего мужчины ну мужчины соответственно электронику какую-то телефон и ноутбуки компьютеры девушки платья в будущем ты хочешь видеть от этой группы которая была когда-то группа а сейчас уже как стало чем-то большим я хочу обойти то есть это ограничение в 200 пластов чтобы был свой сайт но не может быть это будет формате мобильного приложения может быть это будет формате сайта чтобы там подбирались вещи то есть зеркальные посты соединялись как бы то есть то что ты даешь это же другой человек получать но ты вопрос не видел он тебе раз такой и вылазить типа вот у вас совпадение можете обменяться вот тоже хоть так же хочу чтобы там была геолокация чтобы можно было найти людей которые меняются рядом с тобой то есть если для тебя принципиальное расстояние ну потому что ростов город например большой и ради обмена какой-то мелочи ехать ну совсем не стоит также я хочу чтобы в каждом районе города был обмен на обменный шкаф то есть который закрывался чтобы ты пришел там положил вещь на обмен сказал код замочка вот потом другой твой менялка меняла придет заберет твою вещь и положит тебе в ответ чтобы можно было меняться удобно независимости от того по какому графику люди работают я поняла спасибо большое вячеслав тебе за беседу короткую но интересную мы с вами увидимся это был live конец до новых встреч